привет я опять в походе 1 мая я иду с ночевой 5 1 5 май всех с праздником с днем весны труда труда почему труда когда все наоборот отдыхают значит год назад ну почти год 31 мая я ходил в одиночный поход с ночевкой есть видео на канале вот 31 мая 14 года ну куда-нибудь вот сюда вот или еще куда-нибудь прикреплю аннотацию ну и в описании ссылку оставлю и через год я решил сходить ну вот моя машина там он дорога я чтобы не стоять по пути буду рассказывать вот это мой был одиночный поход с ночевкой 1 и после него последний потому что ездили семьей женой на речку на озеро отдыхать рыбачить сосны трещат вот больше один я так и не сходил поход именно с ночевкой вот через год неполный год вновь иду на то же место то есть у нас объявили 20 апреля пожарная противопожарная короче вы поняли нельзя разводить костры в лесах поэтому иду подальше то есть отъехал от города 30 километров 30 километров и съехал с дороги чтобы машину на дороге бросать и сейчас иду пока дороге по листке дороге 100 вглубь лес на низ до того метр пара исколит может можно пиша по метров хупами видите я футболки штанах от энцефалитного костюма неудобных и обычной футболки 1 мая напоминаю у нас сейчас плюс 27 буквально вчера смотрел видео мистера серика привет серега если будет смотреть и житомира окон там тоже футболочки ходит пишу ему у вас уже совсем лето а тут раз и у нас сегодня такая же фигня от 27 градусов офигеть очень быстро потеплела вы воротни когда вижу вы воротни вспоминаю вадима головушкина канал лесные тропы привет тебе вадим сейчас последнее время все ютуберы привет и передают друг другу что-то неудобно левая да рюкзак на мне скаут 110 110 110 литровый рюкзак а блин вот так вот вечно я не связано разговариваю что я хотел сказать то нас 1 мая 27 а в прошлом году 31 мая на месяц позже не помню сколько было она помню что я уходил в зимней куртке в пуховике свитер не бокас пуховик были и как бы жарко то не было сегодня теплые булочки взят конечно вещей ночью час тем возможно даже не до моего может ух раз и завтра нации днем чтобы поэт пику теплых вещей взял рюкзак скаут 110 пенка к нему это рочина с одной стороны палатка быстро разбирающиеся или сама разборная или восьмерка еще и не называют с другой стороны вот палатка неудобно мешает ну и в руках аппарат штативом струбциной его и держать удобнее и прикрутить можно куда угодно ну и 05 воды тоже удобная питьевая бутылка здесь не покупная это из-под power-aid есть такой спортивный напиток из-за тоник power-aid я его раньше покупал потому что занимался спортом спортсмену просто не нравился вкус желтый красный синий белый вот синий мне больше всего нравился удобная бутылка вот так вот чтобы идти так что то вот левый левая лямка тянет надо слабить вот вечно я думал сегодня буду снимать поменьше там что-то эти вот мои болтологии ай блин болтологии длинный не интересно смотреть наверное никому а может кому то интересно снимал два часа шестнадцать минут на три части разделять то с ночевкой сколько наснимаю пять часов это будет смотреть поэтому сейчас закругляюсь а еще хочу сказать про рюкзак сейчас немножко офигеваю потому что мой рюкзак весит его взвесил на весах напольных 28 килограмм его надевать его неудобно то есть там килограммов 10 это и больше 14 килограммов это вода спросите на фига столько воды а вот не знаю прошлый раз у меня все искрасти в крайность прошлый раз не знаю найду ли я нет то место навигатора у меня нет и телефоне он плохо работает но заблудиться здесь не заблужусь снег где будет раз литра воды не хватило в этот раз взял много потому что я буду ночевкой буду и сух уприть да вот чай пить много и просто а нужна алкопер вот всегда дальше начинает ну вот сказать сюда много опять просто не буду пытать ладно проект как я по ходе думаю обзор за когда приду на место когда уже расположусь ну еще не раз кучу естественно сейчас надо поправить совсем неудобно видите мужик или гадюка я первый раз вижу змею в природе так смотрите видите у меня у головы какая-то оранжевая скажите кто знает уж это или гадюка может мне ремешок но не хотелось бы чтобы какое приползло палатку ко мне ночью шипит ладно не будем мучить уже к стойку фружину сжимается ладно пойдем дальше на солнце лежало грелось на кусочке я уже весь потел если честно вроде правильно иду сейчас он перед должны быть сосенки молодые потом через них еще несколько сот метров тяжко тяжко мне тащить 30 килограмм как таким нагрузкам не привык поджопника дел на себя но если честно нет ходить вот так вот с поджопником я не буду с собой в рюкзак до 5 планирую сделать сло 4 3 или 2 гамака и и моего но вроде правильно и не знаю ладно пока выключаюсь ну он пришел оттуда что-то я вроде и знакомые места но сейчас сделал такую птицу большую хищную светло-коричневую что-то типа ясный или коржу еще ну типа вот орла размах крылья 50 60 точно был полетел прям на меня метрах в 20 развернулся и улетел быстро туда здесь явно бывают здесь напилена вон чурбачки то ли ехать соскай ой лесохозяйство какое-то выбирает деревья пилит вот и заготовлены если честно я что-то не знаю нам открыть этот просвет совсем непонятный и не тяжко хочется уже честно найти дойти до места расположиться лямку левую ослабил правую подтянул что-то все равно еще грудной стяжки очень не хватает здесь ее нет ой не знаю здесь вот опасно здесь с одной стороны дров вообще куча но здесь опасно разводить костер то есть они могут сладить но воды у него много если что заливать я потом конечно залью здесь все люди могу приехать и любить еще что ну ладно пока отмечаюсь не буду терять время Фууууууق фууу 할 обло bear левая лямка тянет просто невозможно наверное здесь я становлюсь это здесь здесь недалеко дорога лесная не могу немножко вот зашел в лес и вот я сижу он кругом пеньки деревья кто-то валит ну это старые пары и оплодилера жёг что-то дарование проблем нет не знаю штраф за разведение костров 5000 надеюсь здесь не попадусь свежего свежих следов пребывания я не вижу то есть спилы все срезы они старые спинки уже но прошлогодние не знаю потом я не знаю я прошлый год ходил петлял сначала по дороге потом позже зашел в лес потом снова вышел всякой петлял петлял через какую-то полянку прошел зашел в лес и уже расположился там были короче тоже навалены много сосен сухих сосны друг от друга дарутся трусы что ли спикат потом я не на небольшой холмик вышел и сбоку кто видел если помнит то видео я показывал второй части там были березы мелкие березы там по 2-3 метра они высокие тонкие и часто часто то есть ну вообще просто не проходил там каждый 23 сантиметров дерево ориентир заметный но за год я не знаю там откуда я пришел было похоже что-то на на такое холмик но опять же на этом холме так раз уделка просто сейчас вот включался той стороне холмик но там прошлом году там были сосны много сосен как бы не дебри но как бы много сейчас там они там вообще редко как будто бы их спилили там видно что спилили и березки тоже но от березок остались одни тоже торчки будто их спилили или что-то с ними сделали причине запутался сейчас сижу еще пару минут рюкзак оставлю здесь и чуть-чуть прошвырнусь в ту сторону может быть найду место получше хотя солнце уже садится сейчас без десяти почти без четыре я вышел где-то может минут 20-30 назад скажу он в ту сторону солнце скоро за деревья зайдет и будет уже не так жарко но ветерок дует иногда по прохладней бутылку допиваю уже на себя немножко вылил так ладно как сниму поджопник и прошел внусь туда без рюкзака ну вот не сами же они сложились так упали явно люди такие вот шесты сухое я их валить не буду с дровами здесь вообще проблем не будет главное чтоб не было проблем с законом он смотрите чурбачки толстые костер у меня будет славный принципе вот местечко понятно здесь неровная ну вот смотрите тоже не этого года сто процентов может даже и не прошлого здесь уже хорошо птички поют слышать его нет на все голоса разливаются как хорошо ходить так без рюкзака но без рюкзака без вещей я вообще ничего не легкоход набрал 30 килограммов на одну ночевку здесь уже какой-то небольшой вниз но мне кажется это не шум дороги мне кажется это сосны мят ветер в них играет вот как здесь все интересно эти выворотни мог уже свежий прикольно здесь воду можно добывать чуть-чуть углубиться я таких еще не встречал вот здесь прикольно здесь не так жарко смотрите какая паутина из жердей прикольно хоть прям так тент гамак вяжи кресло тебе будет с любой стороны вот кто-то что-то жег так нет я это жечь не мог или мог как на березового леса здесь того нет сто процентов вот такие здоровые выше человеческого рост на вон берег кишины смерть короче лес так вот там такого лесу и чем он-то это на и прикольно еще полян здесь везде негде поставить кочки и такой визилки очищать патрица он уже прогресса всем там где алина дерево сухожи все я не волнусь костер я буду прожигать здесь окна аккурат пожара и допущу поэтому горит покой мог грибами мягко стружинить прошлогодний мох здесь уже какая-то болотница болотника небольшая соли наверное пойду я назад ну вернее там где оставил рюкзак пилы это кто-то пилил на дрова заготавливал промышленных масштабах ну не в промышленных но заготовку дров аккуратно раскарпированы надеюсь я рюкзак сейчас свой найду ай блин паутина нет здесь меняется брусника правильно скажите кто знает вот честно я не знаю хотя ваш экранов много раз показывал сейчас не обретал внимание ну нарисоваться брусника ну искать не буду непонятно что говорю здесь достаточно печь ну все вон мой рюкзак поляночка нет туда сейчас буду разбивать лагерь в первую очередь наверное сделаю кресло себе чтоб комфортно отдыхать сейчас еще посижу чуть-чуть отдохну и примусь за дело как сосны качаются короче пипец начался у меня поход что с негатива сюда вот прикрепил газовый баллончик струнный вот сюда вот он у меня так вставлялся взял идею не помню естественно у кого если вспомню то дам ссылку на то видео вчера только шил вот такой вот резинки резинка обычно 7 сантиметров 2 петли сюда газовый баллончик а вторую на ремень то есть получается на широком эфцерском ремне он туго сидит и баллончик хорошо держится здесь вот над хом тряпочном ремне видите спокойно болтается и баллончик ну по идее должно быть это то расстояние как бы одно но все равно он не плотно и видимо где то еще и рюкзак то есть идет поясной ремень рюкзака и где то он у меня выпал ну ладно как бы невелика потеря но все равно жалко 150 или 250 рублей баллончик и вот палатку началась стегивать а ну она просто вылетела думал порвалась ну вот здесь вот уже рвется короче палатку надо нормальную хотя это мне нравится но она хороша для машины потому что таскать вот такой вот ну можно но неудобно и вот прикреплять ее ладно сбоку она у меня висит а если ее сзади прикрепить на рюкзак то можно ее спокойно потерять здесь вот и расстегнется вот так вот или вообще оторвется ладно располагаюсь дальше вот такую палочку сделал ну примерно метр с чем-то длиной обрубил здесь и здесь вот заострил это походный что тихо не будет а сделаю то я вот этим вот топориком в принципе на руке если вот так вот посадить повесить отемляк на руку и вот здесь вот держаться как бы вот такими вот движениями вполне хорошо то есть он подрубливает понятно что такую палку руками сломать иногда проще но когда надо сделать вот так вот аккуратно то вполне таким топориком можно им еще можно и резать то есть я им подстругал подтесал ну короче нормальный так сейчас я закреплю вот такой вот штатив струбцина то есть вот сюда вот наворачивается резьба фото резьба этот барашек откручивается и он крутится поворачивается вообще накладить можно как угодно в том это вот струбцина она откручивается и можно прикрепить ну не на толстое дерево либо вот на палку прикреплю ну и к тому же вот эти вот вот эти вот ножки так защелкиваются можно поставить как стационарно домашний то есть большой штатив я брать не стал но я уже показывал такую штуку мне очень нравится то есть я и когда иду прикрепляю вот сверху на него в таком положении вот так вот держу и себя снимаю и поворачиваю вот так вот либо можно вот так вот держать такой как мини штатив монопод но с ним уже удобнее чем просто в руках в топорах держать сейчас вот держу уже неудобно ну все сейчас я прикреплю назад камеру к этому к этой палке к переносному штативу и буду делать кресло ну вот уже стоит еще пару слов про этот топорик вот что я вчера опять же скалхозил импровизированные ножны но не столько ножны сколько просто чехол потому что когда ходил брал его в прошлый раз на испытания когда веревка развязалась вот видео вы уже видели пришлось не просто обматывать тряпкой его ну и вот из того же диск так он чехол из-под диска DVD обрезал зажигалочкой здесь вот так вот подплавил загнул ну и обмотал скотчем вполне нормально для переноски ну и вот он опять это топорик чисто чисто как он кухонный бекер продается только в наборах ножей аксессуар к посуде но по идее кухонный топорик должен быть нержавеющим а он вот опять уже ржаветь начинает прочее ерунда все сейчас точно пошел делать кресло так вот ну собирал нарубил вернее лежал их полно таких вот палки длинные все уже мозг отключается в природе и вот у меня получился вот такой вот большой монопод на палку все прикрепил свой фотоаппарат и вот так вот я могу сейчас с тебя снимать опа панорамка привет бу ну вот я хочу сделать кресло еще более профи так сказать усовершенствованное как учил Андрей прото поставлю его к дереву вот к этому и сделаю что-то типа столика веревка у меня окончается то есть очень много метров ушло на обмотку того топорика того топорика ну не знаю метров наверное пять вот у меня осталось совсем чуть-чуть ну на сегодня надеюсь должно хватить ладно сейчас процесс изготовления наверное не буду снимать потому как он не особо интересный результат понятно покажу ну вот решил сделать не из трех а из двух такие хорошие шестые это даже вот деревце небольшое я зачистил частично от шкуры это вообще хорошая смоляная должны быть концы подкисал чтобы они не скользили завязал веревкой но я так вот закрепил сейчас буду пробовать сначала просто гамак сверну вдвое привяжу вот к этому вот к этому узлу продену палку и буду пробовать просто садиться как будет удобно неудобно если будет неудобно то привяжу поперечную палку уже жестко шмели какие-то прилетели сейчас стал искать гамак вещей набрал как будто на месяц иди а кто она все друзья что-то я уже совсем путаюсь ничего толком не делал я уже в словах забываю термобелье обычная флисовая кофта анорак от костюма энцефалитки ужас просто чего я только не понабрал воды воды я не знаю посчитаю потом скажу вам сколько литров воды я взял ах где у меня вот на самом дне ну как бы правильно спальный мешок спальный мешок так что там у меня еще так там еще термоштаны и такая я вот пончо если вдруг дождь пойдет так сейчас креплю гамак ну вот как то так палка это не закреплена сейчас пробую садиться поджопнуть не снять он уже не нужен чтобы сидеть так пробуем надеюсь я не растянусь но если растянуть будет равно забавно в принципе нормально то есть ну можно регулировать как бы высоту но если полностью расслабиться то съезжаю нет все таки эту палку закреплю закреплю ну где то наверное как то вот так наверное по идее бы приотпустить еще немножко ниже да хотя ниже уже некуда не нормально вот так вот в каком расстоянии где то закреплю привяжу здесь ну как то вот так вот нормально прихватил веревочкой держится можно вот так вот поспать сюда вот чурочку поставить и будет хорошо так ну сейчас попробую сделать что-то типа столика не знаю как то получится ну что получится покажу серёвка я конечно прогадал осталось совсем маленько 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 последние узлы не распускаются возможно мне и не хватит даже ее но остался метр надо сзади веревки как-то закрепить веревки вот эти вот жерди не знаю хватит нет вот так вот не знаю как закрепить ладно покажу результат чтобы не занимать время вот что у меня получилось стол я жерди привязал сюда сзади их наперекрест что я объясняю это короче зажал их так вот друг другу связал ну и они нормально хорошо держатся то есть нагрузка на вот эти вот жерди небольшая поэтому поэтому вполне хватит такого крепления ну и вот что скалхозил скалхозил веревка у меня закончилась сейчас на задних жердях привязал столик вот такой вот я смастерил вот так вот как показывал Андрей прото фу интересные у него иногда бывают выпуски он тут даже меня в гугле ну в гугл плюс аккаунт который привязан к ютубу добавил в свои круги то есть сам попросил добавил в свои круги ну ничего себе какие люди ключевод палочки ну желательно конечно одного одной толщины но у меня немножко разной по идее можно связать веревкой но веревка у меня кончилась я вспомнил что у меня есть скотч в рюкзаке в походном всегда у меня лежит скотч моток вот такой вот сплющенный ну и сейчас естественно я с собой взял ну и вот что получилось то есть не помню делал Андрей Протов под низ вот такие вот палочки на которых можно удобно столик поднимать там такой переносной раз убрал то есть приготовил желевую покушать сели удобно покушали ну и даже готовить здесь же можно на этом же столике ну он конечно не без недостатков то есть так и прокручиваются сюда я положу свою доску на ней буду и резать когда готовить суп буду ну и есть на ней же буду также можно положить поджопник в принципе нормально ну врезать не очень удобно вот есть вполне себе вот так вот упал вот штатив извиняюсь так еще я немножко не продумал по насекомым по насекомым то то есть от клеща я купил короче специальную жидкость москитол именно которую убивает клеща не отпугивает но обрызгал ботинки и по колено штаны и для чтобы взял пластины от комаров чтобы вечером ну на ночь палатку обкурить изнутри чтобы меня комары комарики не кусали а вот средства от комаров которые брызгают чтобы сейчас от комаров защититься я не взял почему-то не знаю почему не подумал а комары уже достают жужжат так что дальше что дальше время уже пол шестого то есть я не знаю больше часа потратил на это кресло но мне торопиться некуда зато я буду вечером уютно сидеть у костра кушать а не как-то на корточках все это делать так костер у меня будет вот здесь вот я расчищу немножко мог здесь уже сухой но я буду следить я буду следить то есть вот у меня есть с собой я немножко по горячился сказав что у меня 12 14 литров 8 литров у меня с собой 8 литров бутылки литровые двухлитровые 0 5 вот это вот и фляжка дам 8 чем да с копейками вот значит костер у меня будет вот здесь вот здесь я вот буду у него сидеть а вот здесь вот будет палатка так чем сейчас заняться поставить палатку или развести костер палатку поставить я успею наверное сейчас я буду расчищать место для костра ну дров здесь сами видите без дров не останусь на ночь костер нельзя будет оставлять ну короче я буду делать костер батарея первая у меня уже садится блин опять много наговорил ладно